Наш первый гость, это без преувеличения, можно сказать, один из самых известных, легендарных украинских журналистов. Мой в свое время коллега на прямом канале, Микола Вересень. Пан Микола, витаю вас. Доброго здоровья. Кажут, треба российскую говорить, я готов. Готовый, но вы прекрасно говорите по-русски, на самом деле, Микола. Ну, я не уверен, что время прошло, теперь, конечно, русский стал хуже, чем был когда-то, когда был Советский Союз, русский был лучше. Пан Микола, ну, так на русском не скажешь, но господин Николай, это звучит абсурдно. Нет, Николай не проходит, только Микола. Не проходит, господин Никола. А Микола, вы для меня все-таки, пан Микола, как вообще, ну, общий вопрос для начала, как вообще вы все это через свой фильтр пропускаете события последнего месяца, чем вы живете, как ваш душевный стан, что называется? Да, душевное состояние у меня такое, как у нормального человека во время войны, когда время от времени что-то взрывается рядом, время от времени что-то гудит. Я имею в виду, конечно, вот эти вот сирены, которые там по несколько раз в день. Я две с половиной недели был в Киеве, вот, а через две с половиной недели я переехал во Львов, сейчас я сижу во Львове. Мои друзья отдали мне такую возможность жить здесь, вот я здесь живу, вот только что отправил дочку в Германию, она поступила в Берлинский университет и сейчас как раз туда едет. А я остался с женой и с кошкой. И мы вот здесь, и да, и вот мы здесь, значит, как-то так сидим и ждем очередной сирены и очередного прилета каких-то там ракет, бомб и так далее и тому подобное. Ну, это было, как обычно, ну, наверное, неожиданно, конечно, это мои друзья, мои старые друзья, многих из них уже нету, еще в начале 90-х мы спорили о будущем. И, конечно, и Левко Лукьяненко, и Вячеслав Черновол, мы так дискутировали, они говорили всегда, что эпоха войн закончилась. Войн больше не будет, больших тем более. А единственные люди, которые говорили, что война обязательно будет, это старые-старые партизаны украинской повстанческой армии. Ну, те люди, которых принято в России называть бандеровцами, хотя на самом деле не бандеровцы, в России призвали бандеровцы почему-то, непонятно. Почему-то, может, Остап Бендер как-то у них в головах. Вот, это люди, которые отсидели там от 15 до 25 лет в сталинских, еще начиная лагерях. И они говорили, что обязательно русские нападут. И когда я спрашивал, почему вы так думаете, мы думали, что мы по 15-20 лет их изучали там в Сибири, в лагерях. И, в общем, поняли их характер и поняли, что так просто не обойдется. Собственно, вот эти диссиденты, старые бойцы, они были единственными людьми, которые утверждали, что события, которые сейчас происходят, утверждали они это еще в 90-х годах, могут произойти. Все остальные без исключения не верили в то, что в 21 веке, возможно, в Европе такая война, которую мы сейчас наблюдаем вокруг себя. Поэтому я, в общем, такой же, как и все. Тоже переживаю, тоже боюсь, тоже нервничаю. Ну, как бы странно было бы, если бы я не нервничал и не боялся. Тогда мне надо было бы психиатру куда-то отправить. Пан Микола, это созвучно, знаете, вот идеей Франсиса Фукуяма, его сейчас ленивый только не цитирует. Вот идея о конце истории, да, и вот венчанием этой истории должна была стать идея вот либеральной демократии, как единственной правильной формой правления, да. Точно так же и с войной. Война у нас такого масштаба в наших странах, среди, будем говорить уже откровенно, белых людей, окей, между белых людей, осталась в таком черно-белом восприятии фильмов про Вторую мировую. И вот мы сейчас, почему мне кажется, охренела вся Европа и весь западный мир, почему они так, потому что это происходит на белом континенте и происходит в цвете. Вот, и все от этого в ужасе, хотя на самом деле история циклична, она повторяется немножко по-разному всегда, но по циклу она повторяется так или иначе. Нет, я бы спорил, потому что мне кажется, что просто когда возникает поколение, которое не помнит войны, это поколение очень легко начинает войну. Вот у меня впечатления как раз такие, и я с женой это обсуждал недавно и говорил, что ну вот моего отца нет, твоего отца нет, это люди, которые пережили Вторую мировую войну так или иначе. Отец моей жены воевал буквально и, в общем, был сильно ранен и очень потерял и зрение, и руку, в общем, там целая история. А мой отец, он был там в таких специфических концлагерях строительных, ну когда немцы наступали, они строили фортификационные сооружения, просто сгоняли там молодых и не очень людей, всех, кого видели, и чтобы они там что-то рыли эти окопы. Моему отцу было там 15 лет, и вот он этим занимался, ну в общем, там случайно выжил. Ну вот они это помнят, и когда я вспоминаю Брежнева, который это помнит, я такой не совсем молодой, вот я вспоминаю там Андропова и других всяких важных членов Политбюро, и вот они ушли, не Брежнев ушел, а ушло поколение. И у нового поколения возникла иллюзия, что война это легко, красиво, задорно, умно, быстро, мгновенно и так далее и тому подобное. И вот они совершенно, так сказать, не понимают, что такое война и не чувствуют на себе. Они говорят, мы сейчас начнем войну. Я имею в виду, конечно, в первую очередь, во вторую, в третью, в 45-ую очередь, конечно, господина Путина, который родился, как мы знаем, после войны, и вот этих всех ощущений на себе не испытал. Ну и вот он сидит у себя в Кремле, в красивых залах, вот, вокруг него красивые люди, они все миллионеры, у них хорошая одежда, от них пахнет хорошим одеколоном, и они рассказывают, что ну, нападем как-то тут, как-то побыстричку что-то сделаем, и будет нам от этого хорошо. А другие люди сидят в Мариуполе, сидят в Житомире, сидят в Чернигове, в Харькове, в Киеве, во Львове, ну и они видят, как это происходит, что происходит. Они конкретные свидетели этого всего, а не те люди, которые сидят в Москве, и, в общем, ничего такого подобного не видят, и видят, собственно говоря, не хотят. Вот что достаточно, ну, если можно про войну так говорить, слово, использовать цинично, слово забавно. Вот что забавно, они не хотят знать, что происходит вокруг. Плохо. Это очень плохо, действительно, наверное, главный просчет просто Путина. Как бы все повторяемые, это, мне кажется, консенсус того, почему так бездарно, с точки зрения действий российской армии, все происходит. И вы, кстати, в недавнем своем интервью вы выражаете уверенность в том, что перемога за Украину, победа будет за Украиной. И вот в этом же интервью говорите, что, не дай бог, я перевожу с украинского оригинала, украинцам пересечь границу России. Но если представить себе, что Москва будет в облозе, в осаде, то россияне все равно проведут парад победы над Украиной. Что вы имели в виду? Ну, конечно, нет, просто смотрите, тут очень простая вещь. Если 9 мая не будет парада победы, в каком бы то ни было виде, ну, мы знаем, что пропаганда работает в России, прекрасно работает, все верят. Руководству страны. А руководство говорит, что мы же от победы к победе идем. Мы же не прогнулись перед Западом, у нас все хорошо, мы взаём с колен там, ну и так далее и тому подобное, это все знают. И если на этом фоне не провести парад победы, то значит это что, мы проигрываем? То есть огромное количество людей, миллионы русских зададут себе вопрос. А что происходит, собственно, подождите? Мы тут вот сделали короткую героическую операцию по освобождению Донбасса от фашистов. Так что фашисты там ещё есть, если нет парада? Что происходит вообще на самом деле? Вот этих вопросов не должно возникнуть ни в коем случае, никогда. Поэтому надо проводить парад, а учитывая, что работают прекрасные телекомпании, которые, конечно, расскажут, что украинцы проиграли, и вот мы сейчас уже додавливаем до конца, ну и есть такая небольшая заминка, но всё равно мы уже выиграли, поэтому вот посмотрите, парад. Но только в этом случае у людей не возникнут те вопросы, о которых вы говорили, которые я всегда использую. А что тогда? Мы что, проиграли войну? Нет, даже не так. Мы что, не выиграли войну? Это главный вопрос. Тогда зачем мы это всё начинали? Тогда зачем нас обманывали? Ну там масса вопросов. Поэтому обязательно, все непременно, ох, какие слова русские, помню. Все непременно. Надо провести парад, надо показать, что мы победители, что мы сильная нация, которая может жить без Европы, без Америки, без их комплектующих самолётов, машин. Мы можем вот это, это, это и это. И мы прекрасные люди, и у нас вообще всё хорошо. Поэтому я абсолютно убеждён, что вариантов нет. Только один вариант. Как бы то ни было, но провести парад при любых условиях. При каких бы то ни было условиях. Вот и всё. Пан Миколаев, на ваш взгляд, какие наиболее вероятные сценарии сейчас для Путина, вот учитывая, что он завязывал в украинских болотах, идёт разговор о передислокации на Донбасс, на Донбассском направлении. То есть, что он может реально сейчас сделать, чтобы потом провозгласить победу и сохранить себе не только президентский портфель, но и жизнь, собственно. Да. Ну, я думаю, что, я думаю, что, ну, тут, конечно, спекуляции с моей стороны, потому что, конечно, никто не знает, никто не проводил трепанацию черепа Путина и не залазил внутрь и не рассматривал, какие там у него мысли возникают. Но такое ощущение, если вспомнить сегодняшние переговоры в Стамбуле, то если действительно они прекратили наступление в Черниговской области и в Киевской области, то есть с севера, значит, они, видимо, должны передислоцировать эти войска, если мы им поверим, потому что мы же не можем им поверить, они же врут абсолютно всегда и без исключения. Вот, да, мы же помним, как три месяца подряд нам рассказывали о том, что войны не будет. Вот. Поэтому верить нельзя, но если это правда, если допустить, если допустить 1%, значит, они действительно, теперь, собственно говоря, ну, красивая история получается, значит, когда начиналась война, Путин сказал, это мы освобождаем Донбасс. Теперь, ну, и если бы он зашел в Киев, там, оккупировал Харьков и так далее, то, да, ну, получилось то, что получилось, победителей не судят. Теперь он может вернуться, не потеряв лицо, к идее Донбасса. Я не уверен, что это будет легко, но это будет легче, чем наступать со всех сторон. Тут, конечно, надо все-таки читать Клаузовица и Мольтки и понимать, что такое стратегия, что такое тактика, что такое оперативность и так далее, но, по-моему, русские генералы не читали фон Клаузовица. Ну, тут ничего не сделаешь. Вот. И он попробует, конечно, закрепиться в Донбассе, пробить дырку в Крым и поставить это как в свою заявную позицию, как это, ну, предложение, да, на переговорах. За нами это остается, вот там Мариуполь, если они его таки возьмут, там какое-то расширение анклавов или эксклавов Донецкой и Луганской областей, и вот этот кусочек они могут забрать и на этом как бы настаивать и сказать, что вот мы теперь вот так вот будем жить. Я вам скажу честно, наверное, сейчас я найду в Украине много врагов себе, наживу, но я бы думал в этом направлении, по крайней мере. Я не политик, поэтому я не могу лезть тоже в голову Зеленского, но Зеленскому будет тяжело уговорить, украинский народ на это, но может быть получится. Он, конечно, сейчас в большом авторитете, он действительно показал себя очень сильным руководителем. Вот, и если это произойдет, то тогда мы это называют, знаете, я не знаю, читал ли это в том интервью или в каком-то другом, я говорил, я говорил такую фразу, что иногда ничья это победа, потому что очевидно, что Путина будут ломать, и Россию будут ломать, и очень сильно ломать. Поэтому это отложенная победа, это ничья в нашу пользу. Вот, потому что это будет отложенная победа, потому что они действительно сохранят за собой Крым, могут сохранить за собой Крым, скажем так, могут, есть такая возможность. могут сохранить за собой ЛДНР и даже расширить территорию, но все это будет происходить до момента, пока Путин при власти, физически или биологически, физиологически, как там назвать, а потом все это будет изменено, и я боюсь к огромному неудовольствию россиян, русских людей, русских элит, там, русских спортсменов, я не знаю, певцов, всех на свете, потому что это поведение неприемлемо. То есть не может человечество, не могут африканцы, азиаты, латиноамериканцы, европейцы, кто угодно, не могут жить в мире на земном шаре, где есть человек, у которого есть атомное оружие, который каждую секунду готов его взорвать. Человечество не найдет дальнейшего существования, если не придумает, каким образом можно стреножить Россию, как можно добиться того, чтобы не было больше никогда в жизни, в мировой истории, точнее, в мировой перспективе, таких случаев, какие мы видим сегодня. Поэтому я приводил сюда пример, что я абсолютно убежал, что и Джо Байден, и Джонсон, премьер Британии, и президент Франции, и канцлер Германии, они все собрали всех своих ученых и задали им один вопрос, причем таких серьезных, фундаментальных ученых. Можно ли как-то не минимизировать, а исключить военную мощь, то есть ядерно-атомный потенциал России? Вот что можно сделать, чтобы не допускать этого никогда? И я думаю, они будут класть миллиарды, десятки, сотни миллиардов или триллионов просто долларов, чтобы уничтожить саму мысль о возможности взрыва планеты. Это недопустимо, ни один человек не может смириться с этим. В этом, собственно, квинтэссенция мирового взгляда, всемирного взгляда на Россию. Ни моего, ни Иванова, ни украинца, ни русского, ни японца, а вот любого человека в любой стране, китайца, японца, я не знаю, перуанца, эквадорца, которые сидят сейчас, конечно, пьют пиво и, в общем, чувствуют себя неплохо, поскольку войны на их территории нет, но многие из них подумывают где-то здесь в заднем части мозга, что, ребята, а сейчас прилетит ракета, как мы здесь идем по улицам, заходим в кафе, разговариваем на кухнях и думаем, вот мы сейчас пьем пиво, и ракета сейчас прилетит, или через 15 минут, или вдруг не прилетит, или вдруг прилетит, а если такие люди, как Путин, будут при власти в какой бы то ни было стране, и в этой стране будет ядерное оружие, то вот тогда вопросы к пиву большие возникают, и вообще к возможности не только пить пиво, но и дышать, и смотреть, и слышать, а все это превращается в смерть. Люди об этом пока не задумываются, но политики, высокие руководители об этом 100% задумываются, потому что это вызов не Украине и не украинцам, это вызов мирового порядка, это Адольф Гитлер 21 века, который реально планирует уничтожить земную цивилизацию, это, ну, знаете, не для того, мы 100 тысяч лет развивались, да, от каких-то там древнейших времен, когда обезьяна условно слезла с дерева и начала стремиться к тому, чтобы быть человеком, и не для того строились пирамиды, не для того развивалась эллинская культура, не для того мы читаем Цицерона римского, не для того писал картины Леонардо да Винчи и сочинял стихи Шекспир, вот, и я бы даже сказал еще хуже, и тоже могу нажить врагов, не для того писал стихи и Пушкин, и Шевченко, и Роберт Бернс, чтобы потом какой-то человек пришел и сказал, вот вы тут строили, строили, а я это все разрушу, я хожу по Львову сейчас, старинному прекрасному городу, и думаю, какие сотни тысяч людей строили эти дома, делали эту и прокладывали эти улицы, придумывали водопроводы, придумывали что-то еще, это все созидание, огромное количество людей каждый день посмотреть на телевизоры, иностранные каналы созидают, даже если это, что они первые новости об Украине, но они все рассказывают, а вот так люди отдыхают, а вот такая архитектура, а вот такая медицина, вот все человечество думает, что бы еще сделать, как усовершенствовать, как сделать такую операцию, чтобы люди выздоравливали от рака, от СПИДа, как создать новые хмарочесы, которые хмарочесы, так порвали, небоскребы, как еще что-то, и сидит один человек, а как бы это все разрушить, все эти небоскребы, все эти картины, давайте мы это разрушим, миллионы людей строят, и один разрушает, так не может быть. Павел Миколаев, не поспоришь с вами, вот действительно, к чему аксиома, я думаю, сейчас выведена очевидно, что, собственно, патовая ситуация, потому что, какие цели могут быть здесь в России, кроме разрушения, какая миссия сейчас России и всему миру, вот полный нигилизм, от латинского слова нигило, нуль, все свести к нулю, обнулить цивилизацию, другого действительно не проглядывается. Пан Миколаев, сегодня, вот конкретно по событию, сегодня прошли очередные переговоры в Стамбуле, вот такой вопрос, если коротко, можете для себя понимать, есть ли смысл в этих переговорах, то есть, для Украины, то есть, у меня сомнения насчет целесообразности, сомнения насчет того, что Путину можно доверять, подозрение, что эти переговоры могут использоваться в качестве такой же шумовой завесы, как вы ощущаете это? Ну, смотрите, я буду опять-таки непопулярен. Надо понимать, что рано или поздно, вот когда я говорю ничья, то я понимаю, что людям не понравится ничья. Мамам, которые потеряли сыновей, и женам, которые потеряли мужей, и родителям, которые потеряли детей, они, в общем, не согласились бы с чем-то, что может ждать Украину. Поэтому я говорю, что я не завидую Зеленскому. Но, знаете, вот смотрите, я вам такую вещь расскажу, цивилизационную. Когда один человек убил другого человека, то по всем параметрам, даже включая Библию, этого человека следует убить. Ну, там, да, кровь за кровь, да, вот смерть за смерть, ну, вот это все понятно. Но чаще всего сказала, нет, мы не будем убивать, мы будем давать 15 лет. И человек через 15 лет, или через 20, может выйти и продолжать гулять. А тот, кого он убил, уже никуда не выйдет и не продолжит гулять. То есть, все равно выигрывает тот убийца. В мире же сегодняшнем, как мы видим, приходит бандит, убивает массу людей. Ну, мы же не можем предложить вариант, какой был бы справедливый вариант. А вот давайте вы нам дадите тоже количество людей, детей и стариков, которые мы вам, которые вы убили у нас, и мы их убьем. Так быть не может. Значит, Путин уже выиграл. Хотя он преступник, но он выигравший преступник. Он, у него мало людей погибло, а у нас огромное количество людей погибло, мирных жителей, не военных. Значит, тогда мы приходим к такому выводу, что даже если закончится война и начнется торговля, я не уверен, что Украина сможет выторговать справедливый мир. Но это может быть отложение них. Вот на это я только и рассчитываю, что закон... Смотрите, есть абсолютно неприемлемые вещи. Смотрите, что говорят русские? Русские говорят, мы, мы, значит, вот давайте нейтральный статус. Хорошо, говорят украинцы, через референдум. Русские такого слова не знают. У них есть один начальник. Он как скажет, так и будет. Поэтому Путин, какой нафиг референдум? Зеленский говорит, ну, это референдум быстрее можно провести, чем проводить нейтральный статус через изменения в Конституции. Ну, это сложные, это две сессии, это весеннее и осеннее, это, короче, это год, а то и больше. А референдум это месяц. Но непонятно, какой результат этого референдума. Да, поэтому я думаю, что это все необходимо делать. Если польза или нет пользы, было бы глупее намного сказать, знаете, мы с вами не ведем переговоры, потому что вы врете. Никто бы этого не понял, ни американцы, ни англичанин, ни европейцы, никто бы. Поэтому переговоры вести надо. Понимать, что придется делать уступки тоже надо. Понимать, что, вот я привел пример, что скажут родители, что скажут мамы, что скажут жены. Ну, тогда получается, что мы продолжаем воевать и возникают новые мамы и жены, которые теряют своих любимых на войне. Это тяжелейший выбор. Вообще-то выбор, знаете, как-то жизнь или земля. Вот мы за кого, за что воюем? Мы воюем и за людей, и за землю. Но возникает, ну, за территорией. Но возникает рано или поздно в конце или в средине любой войны размышление, что важнее, сохранить людей или сохранить территорию. И первая позиция, и вторая важнейшая. Тут нельзя сделать однозначного выбора. Никто вам не скажет, ни один человек, если вы спросите у самых умных, территория или люди. Вы готовы потерять за 10 километров 10 тысяч людей или не готовы? А за 100 километров территории 100 тысяч людей, квадратных километров, я имею в виду. Это тяжелейший выбор. Это выбор без выбора, фактически. Но украинское общество должно понимать, сейчас украинское общество в эйфории. И я очень этого боюсь. И я в конце нашей программы приведу один пример, очень такой похожий на сегодняшний день и не похожий. Но поскольку я журналист, то я привожу примеры в очень частой журналистской жизни. Вот многие считают, что вообще двух мировых войн не было, а было продолжение Первой мировой войны в качестве второй. Почему? Потому что немцы обиделись, ну и Гитлер выразил это мнение, что вот нас унизили, нас растоптали, нас не уважают. Ну очень похоже на сегодняшнюю Россию. Но почему возникла эта обида, мало кто-то знает. Существовала военная цензура. И газеты, которые тогда выходили в Германию, рассказывали людям из-за военной цензуры о том, что немцы идут от победы к победе. И немцы в это верили, что мы круто воюем. Потому что газетчикам, журналистам запрещалось говорить правду. И вот, представь себе картину, вся нация сидит, читает газеты и видит, как она прекрасно воюет, как она атакует, как она побеждает. И тут в какой-то момент говорят, вы проиграли. И вся нация говорит, подождите, подождите, нам несколько лет рассказывали, что мы не проиграли. Нам несколько лет рассказывали, что мы выигрываем. Мы вот возьмем Париж и Азербайджан, а то и Петербург. И тут вдруг, и вот сильно напоминало предательство, на котором спекулировал Гитлер. Я думаю, что надо быть чуть-чуть трезвее, надо чуть-чуть быть спокойнее, чуть-чуть холоднее. Потому что, если мы будем говорить о том, что мы везде выигрываем, у нас все в порядке, а потом придется подписывать какой-то не очень хороший мир, то будет огромное разочарование. А для того, чтобы не было разочарование, надо, как всем известно, не очаровываться. Так что будем чуть-чуть холоднее. Крайне полезный месседж, вы знаете, отрезвляющий, потому что мы все понимаем, что Путин тоже играет на этом, он понимает все равно не до конца, но он все-таки понимает, что власть в Украине и принцип власти немного другой, и мандат у Зеленского тоже немного другой, и он на этом играет. И нужно быть очень-очень-очень с этим осторожным. Пан Микола, дуже дякую вам, как всегда, крайне сместованно, то есть содержательно, эмоционально и полезно. Друзья, с нами был Микола Версень.